В отделении патологии новорожденных и недоношенных детей Рязанского областного перинатального центра новые инкубаторы уже включены в работу. В одном из них находится недоношенный ребенок. Здесь он может окрепнуть, при этом максимально избегая стресса. Есть такое, в общем-то, правило трех таких компонентов 3Т. Темно, тепло и тихо. То есть ребенку надо создать микроклимат, схожий с внутриутробным. То есть должна быть определенная влажность, определенная температура. Поэтому закрываем и его ограждаем от яркого света, который тоже является стрессорным для ребенка. Многим малышам необходимо набрать массу в таких инкубаторах. Недоношенные дети часто не могут самостоятельно удерживать тепло тела. Такое оборудование помогает это осуществить. Кроме того, новые инкубаторы, изготовленные в Чехии, оснащены панелью управления, сложной системой сигнализаций, автоматическим мониторингом показателей здоровья. Они контролируют артериальное давление и другие важные данные. Насыщение кислородом, частоту сердечных сокращений, вес ребенка, динамику веса. Тут можно отмечать, потому что есть мониторчики, на которых мы можем отмечать динамику веса. И тут будет тоже вырисовываться кривая. То есть меньше трогаешь ребенка, меньше для него это стресс. И, конечно, это тоже улучшает качество выхаживания маленького недоношенного ребенка. Новые инкубаторы позволяют осуществлять и другие манипуляции. Например, делать рентген. Теперь можно, не вынимая малыша из его теплого домика. В данный момент персонал отделения проходит обучение по эксплуатации нового оборудования, чтобы достичь максимального эффекта от его работы. Кроме того, слаженная работа укрепившегося коллектива отделения также имеет большое значение при выхаживании недоношенных детей. У нас хорошая школа, у нас хороший опыт, у нас доктора с большим опытом работы и выхаживанием. Ведь в основном и медсестры. Медсестры тоже, а это тоже очень важное звено выхаживания недоношенного ребенка, потому что когда строился перинатальный центр, мы работали в детской больнице. И мы практически всем отделением перешли сюда, и поэтому мы продолжили уже накопленный опыт работы. Ну, плюс мы, конечно, всегда повышаем квалификацию, стараемся и учимся, и учимся в центральных вузах Москва, Питер, Санкт-Петербург. Теперь 10 новых инкубаторов, которые пришли на смену 10 более старым, изготовленным в России, на Урале, облегчат работу персонала отделения и доставят больше комфорт малышам. Некоторые старые инкубаторы также решили пока оставить, и несмотря на то, что они проработали дольше срока своей службы, многие из них еще способны принести пользу новорожденным и недоношенным детям. Анна Герцовская, Алексей Кузнецов, телекомпания «Город».